Кот из Амурской области стал самым дорогим домашним животным в России, потому что он проходит сквозь стены, лечит болезни и привораживает мужчин. Хозяин кота, расписав магические способности питомца, сумел продать его за 5 миллионов рублей. И не кому-нибудь, а экстрасенсу из Новосибирска. Якобы кошачьими способностями давно пользуются московские колдуны. Широкий спектр их причудливых услуг изучил Григорий Вдовин. В приемной ясновидящей Валерии Карат к услугам исцеляющихся целый оккультный зоопарк. Правда, для кого-то из его обитателей явно ставший последним пристанищем. Больше всего проникновенность в тот и в этот свет имеют кошки именно. А что касается других животных, свиньи, обычно черные поросята, я вам их покажу, у меня есть, они слышат их и чувствуют. Действительно, черный поросенок имеется и визжит, но главный герой этого заведения был гаковский кот по кличке Гебо. По информации хозяйки, он прожил уже 8 жизней как египетский жрец. Что происходило в промежутке между Древним Египтом и подвалом на Сухаревской, не уточняется. Человек, которого нужно почистить, ему необходимо его погладить и расчесать. И потом, после того, как на расческе останется шерсть, ему этой шерстью нужно помыться вместо мочалки. Видимо, для каких-то похожих целей предполагалось использовать это испуганное четвероногое из Приморья с неожиданной кличкой Чарли Уткинс. Хозяин снабдил животное экстрасенсорными способностями и выставил на продажу за 17 миллионов рублей. Тут же откликнулось ясновидящие из Новосибирска. Сторговались в итоге на пяти. Когда хотите вы что-то продать, вы пытаетесь ярко, броско писать товар, грубо говоря. В данном случае кот это тоже товар. Дмитрий скрывает свое лицо. Еще бы. Ведь на такое, как он рассказывает и не рассчитывал, не часто получается обмануть обманщиков. Ведь сегодня имеющий деньги, да их потратит. Предложений в интернете предостаточно. Оберег коготь медведя за 9 миллионов тысяч рублей. Икона Николая Чудотворца. Совсем не старинная, но за 5,5 миллионов. До 1 февраля всего 4 миллиона. Торопитесь. Аура камера за 137 тысяч. Делает фото ауры. Ауры и чакр. Печатный отчет на 24 страницах. Ну и, конечно, собака с магическим взглядом. И котик тоже с магическим взглядом. Цена договорная. Еще циничнее мошенники поступают с пенсионерами. Не так давно мы рассказывали историю Ларисы Ивановны. Обеспокоившись тем, что внучку отчислили из института, любящая бабушка заказала обряд, чтобы та поумнела. Хотя все произошедшее намекает на то, что лучше бы она заказала обряд сама себе. В общей сложности из пенсионерки вытянули 4,5 миллиона рублей. И вот так вы капали, да? Да, одну, две капли вот эти. И что должно было быть? Что он начнет это самое излучать. Покажите нам. Так излучает ли? Да нет, нет. Сколько вы за эликсир заплатили? За эликсир? Да тоже, наверное, около миллиона. Телефоны, разумеется, перестали отвечать, как только у любящей бабушки кончились сбережения. А внучку в УЗИ так и не восстановили. Но до покупательницы приморского кота продавцу дозвониться вполне получилось. Когда кота могу забрать? Знаете, в кончик час. Нет, сейчас не надо. У меня куча девков по городу. Я не хочу, чтобы родственники с котом оставались дома одни. Потому что Бог узнает вашего кота. Наверное, самый дорогой кот-экстрасенс ждет теперь, когда же им начнут пользоваться и исцелять. Бывший хозяин нового обладателя не торопит. Ведь 5 миллионов уже перечислены на банковский счет. Григорий Вдовин, Ксения Колчина и Сергей Елисеев. Вести. Григорий Вдовин, Ксения Колчина и Сергей Елисеев. Григорий Вдовин, Ксения Колчина и Сергей Елисеев.